До трагедии Франциск и Настя встречались без малого три недели. Восемнадцать долгих дней — целая вечность для подростков. По дороге в больницу Настя думала о том, что ее чувства, пожалуй, прошли, и лишь звонок Эльвиры Александровны заставил ее вспомнить о бывшем парне. Между тем Настя понимала, что сорвала джекпот. Всем хотелось быть причастными к трагедии. Среди погибших старались отыскать приятелей, среди раненых друзей. Многие жители города считали своим долгом сообщить родственникам или знакомым, что от гибели их отделял всего квартал. В отличие от обычных выдумщиков, Настя была по-настоящему связана с трагедией. Если кто-то и должен был хвастаться своей причастностью к давке, то уж точно не все эти трепачи. Повезло не им, а ей. Повезло Насте. Именно ее парень пострадал в давке, и она сама без вымысла, без домыслов и при увеличении могла погибнуть. При хорошей раздаче с такими картами на руках можно было далеко пойти. В палате никого не было. Настя села на теплый стул. Стул гульнул. Настя поняла, что лучше не дергаться, и, посмотрев на Франциско, поздоровалась. А затем еще раз осмотрелась по сторонам. Палата показалась ей холодной и убогой. С таким же успехом можно было положить его в каком-нибудь лицейском классе. В зарубежных фильмах показывают другое. Палата разочаровала Настю. Она ожидала чего-то красивого, завораживающего. Ей казалось, что палата будет обставлена датчиками, а ее парень обмотан проводами и трубками. Но всего этого не было. Настя подумала, что все это и близко не походит на кино. Впрочем, и она не очень-то соответствовала роли роковой красавицы. Это следовало признать. Надо было одеться получше, подумала она. Все ко всему не подходит. На кофте в районе живота постоянно собирались складки. На плечах, откуда ни возьмись, появилась перхоть. Количество перхоти поразило девочку. Обмен веществ? Грибок? А что, если и то, и другое одновременно? Наконец, Настя смогла взять себя в руки и начала говорить. В общем, новостей у меня особо нет никаких. Вичка на отдых на море полетела. Я тоже хотела с ней, но родители сказали, что дорого, и что там я не буду заниматься. И с инструментом проблемы. Оказывается, если едешь за границу, скрипку надо фотографировать, паспорт на нее оформлять. Я говорю, может, мне еще на косметичку паспорт оформить? Короче, гемор один. Кстати, о геморрое. Я новый концерт разучиваю. Вообще пи***ц. Там все на ставке. Одни флажолеты и двойные ноты, и все шестьдесят четвертые. Просто пи***ц. Вообще непонятно, что у этих композиторов в голове было. У них там тогда телевизоров не было, вот они и сходили с ума. Думали, как бы посложнее сделать. Я говорю Булке, давайте возьмем другой концерт, это ж пи***ц. А она говорит, мол, это еще ерунда, что дальше еще пи***цовый пи***ц будет. Вот. Ну, что еще у меня? По телеку сегодня ничего интересного. Два часа канала утром щелкало. Одно говно. Вообще ничего интересного. А музыкального канала у меня нет. А родики жиды не хотят ставить. Говорят, дорого. Им вообще все дорого. Я что, не попрошу, все дорого. Короче, делать нефиг. Думал что-нибудь из школьной программы почитать. Но все длинное пи***ц. Я короткие содержания читаю. Бред везде какой-то. Ничего интересного. Странно ты тут лежишь, кстати. Вичка говорит, что биологица считает, что ты типа труп уже. Ну, я вот смотрю на тебя, и ты же дышишь. А ты меня слышишь сейчас или нет? Можешь рукой помахать или какой-нибудь знак подать, если слышишь? Или что-нибудь такое? Ну, ладно. Не хочешь, как хочешь. Знаешь, я подумал, что нам нужно поговорить. Что раз ты тут лежишь так, то как-то тупо нам, наверное, встречаться. В общем, если честно, я уже и не думаю, что мы встречаемся. Мне лично кажется, что как бы мы тогда и расстались, получается. Ну, сам посуди. Мы же не сможем никуда ходить. В кино или на дискотеку там. Из-за тебя, кстати, последнюю отменили. Из-за тебя вообще много чего отменили. Экзамены всякие. И еще из-за тебя всем поставили оценки, которые в четверти были. По-моему, это очень неправильно. Они там вначале всякие траурные мероприятия думали проводить, не знали, что с тобой будет. Все, в общем, немного в шоке были, ждали, а потом передумали. Короче, провафлили все, и здрасте, пожалуйста, решили поставить то, что у людей в четвертях было. Так знаешь, многие ребята из-за этого на тебя злятся. Алексеева и Бурак хотели пятерки, а из-за тебя им четверки теперь поставили. Вот. Ну, мне-то, если честно, все равно было. У меня спорных оценок в этой четверти не было. Вот. А про то, что расстались, так знаешь, мне Кобрин пару раз звонил. Мы круто поговорили. Он говорит, что у меня красивые волосы очень. Он классный вообще. Он, знаешь, мне всегда как-то нравился. Я тебе раньше не говорила, потому что думала, что ты будешь злиться. Вы же это, типа, друзья там, одна компания и все такое. В общем, я, наверное, с ним теперь буду гулять. Ты же не против? В общем, я подумала, что тупо будет очень, если ты будешь против. Я написала в пул, описала нашу ситуацию, спросила, что мне делать. В общем, жду ответа, но думаю, что все равно буду с Кобриным гулять. Ты, если поправишься, мы же все равно сможем снова гулять. Я тогда просто брошу Кобрины и все. Но пока тупо ведь как-то. Я тебе не говорила, он мне фотоальбом подарил. Красивый. На сто фотографий. Вот. А что еще хорошего у меня? Да ничего. Да все хорошо вроде. Я довольный, что в давку не попало. Хорошо же, что я тогда опоздала, правда? Нет, ну правда? Ну сам посуди. Дождь этот лил. Вот ты всегда говорил, что я вечно опаздываю, опаздываю. А видишь, как получается? Выходит, и хорошо, что я тогда опоздала. Я теперь всегда везде специально буду опаздывать. Хотя бы на 10, на 20 минут. Сейчас бы лежала так же, как ты в этой палате. Хотя вместе девочек с мальчиками, наверное, не ложат же. Ну ладно. Я пойду уже. Я бы тут тебе всякой еды принесла. Там сок, апельсины. Это из лицея. Это типа положено так, паек типа, типа по закону. Если ты в больнице, то из лицея тебе обязательно что-то должны передать за место еды, которую ты в столовой не ешь же теперь. А я пойду уже, ладно? Ну пока. Выздоравливай. После Настя пришла бабушка. Вновь. Она повесила старую куртку на спинку стула и принялась убирать в палате. Пол, кровать, тумбочки. Протирая стулья, пожилая женщина почему-то вновь вспомнила слова своей подруги. Усыпить. Слово-то какое странное. Усыпить. Разве можно применять это слово по отношению к человеку? Усыпляют же собак. Чтобы отогнать дурные мысли, бабушка к собственному удивлению начала рассказывать о знаменитом тезке Франциско. Знаешь, родной, о нем ведь до сих пор спорят. Кем он был? Православным, католиком, протестантом. Столько версий. Я недавно читала об этом. Одни исследователи говорят, что он был католиком. И мне, в общем-то, эта версия близка. Почему я так думаю? Ну, во-первых, потому что среди книг, которые он напечатал в период с 1517 по 1519 год, были книги, которые не входили в православный библейский канон. Это притчи про мудрого царя Соломона и песнь песней. Это, по-моему, довольно сильный аргумент. К тому же, его книги были сожжены как еретические и написанные на территории подвластной церкви вечного города. А сам он изгнан именно как католик. Так что, сомнений, казалось бы, нет. Но сомнения и есть, мой дорогой. Прямо детективная история у нас получается. Тезка твой действительно мог быть и православным. Факты и аргументы в пользу этого утверждения также многочисленны. Во-первых, есть сведения, что в его городе не было католической миссии. Поэтому детское крещение вряд ли прошло по католическому обряду. Согласись, хороший аргумент. Во-вторых, в своих публикациях он поделил псалтырь на 20 кофизм согласно православной традиции, чего нет в западном христианстве. Так что теперь у нас еще один аргумент в пользу православия. Дальше. В святцах из малой подорожной книжки он не только придерживается православного календаря, но и приводит «Дни памяти православных святых» восточнославянских Феодосия и Антония Печерского. Более того, некоторые имена святых поданы в народной адаптации Ларион, Олена, Надежа. Представляешь? Но и это еще не все. Есть в его текстах прямые констатации «Утверди Боже святую православную веру православных христиан во век века». Так что, казалось бы, загадка разгадана. Великий первопечатник православный, но опять же нет. Есть и еще одна версия. Некоторые исследователи полагают, что Великий первопечатник был связан с гусизмом, протореформационным движением. Во всяком случае, реформаторы 16 века считали его своим соратником. В некоторых работах он упоминается как протестант, но про эту историю, если честно, я мало что знаю. Бабушка выжила тряпку и, тяжело выдохнув, села против Франциска. Посмотрев на внука, она в очередной раз поняла, что кроме него в ее жизни никого нет. Совсем никого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова